Всем привет, это канал Parfum4Man, меня зовут Алексей, на этом канале мы говорим о парфюмерии. Я сейчас смотрю вверх, там у меня висят часы и в данный момент время половина первого ночи. Это ночь с пятницы на субботу, с 30-го в этом месяце сколько дней-то? Январь, февраль, март, апрель, май, июнь 30, значит уже на 1 июля. Друзья, это ролик-распаковка, поэтому он будет неспешным. Я в реальном времени покажу вам, что находится вот в этой коробке, что находится в этой посылке. Моя очередная хотелка стала реальностью. Наливайте чай и кофе, давайте будем начинать. Я буду в течение этой распаковки периодически шмыгать носом, где-то слегонца под простыл ребят, поэтому прошу прощения. Это посылка, где находится очередная моя хотелка, пришла ко мне с сайта fresh.ru. Я оставлю ссылку на этот сайт в инфобоксе и название сайта вы видите на экране. В этой коробке то, о чем я давно мечтал, потом на какое-то время подзабыл про эту мечту, а потом начал мечтать опять. И вот мечта стала реальностью. Ребят, пока я открываю эту посылку, я отвечаю сразу на вопросы, которые мне периодически задают в комментариях. Можно ли доверять вот тем магазинам, о которых ты рассказываешь? Да, можно. Отвечаю на вопрос, а почему на фреше цены ниже, чем у других? Отвечаю, потому что это небольшой магазин, там совсем маленький коллектив. И это позволяет экономить и делать цены ниже. Там продается только оригинальная парфюмерия. Не переживайте, и я буду отдельно благодарен тем, кто в комментариях напишет, что уже приобретал на этом сайте fresh.ru. И, собственно, поделитесь своим опытом, все ли у вас было хорошо. А также, друзья, я приглашаю вас на свой телеграм-канал, или в свой телеграм-канал, как правильнее сказать. Оставлю ссылку на него в первом закрепленном сообщении. А также приглашаю вас на мою парфюмерную барахолку. Телеграм-барахолку, где вы можете продать парфюм, который, например, вам надоел или не подошел. Или купить что-то по очень привлекательной цене. Вдруг вы что-то искали, вот, и этого сейчас там нет. Так, я не понимаю, у меня запись продолжается или нет? По-моему, продолжается. Угу, все хорошо. Ладно. Вот так вот внутри все упаковано. Пупырчатая пленочка. Отложим ее в сторонку. Здесь у меня стоит компьютер, потому что я вам буду читать пирамиду того аромата, который я... Ой, как отсюда пахнет. Ну, давайте сначала хотелку распакуем. А потом я покажу, что здесь еще есть. Вот в этой пупырчатой бумаге. Значит, ребят, попытайтесь догадаться, я не буду в названии ролика выводить то, как называется этот аромат. Просто послушайте несколько последних комментариев про этот аромат, о котором я давно мечтал. Не хватит слов, чтобы передать, какая это красота. Звучит безумно дорого, элегантно, насыщенно. Слышу здесь вино, такое терпкое, и горький шоколад, а бонусом мед. Однозначно не для всех. Трудный для восприятия, особенно в самом начале. Но оно того стоит. Следующее сообщение. Если бы мне предложили составить список шедевров, созданных человечеством, тождественных абсолютно прекрасному, туда бы вошли картины Боттичелли, скульптуры Микеланджело, романы Ремарко, стихи Марины Цветаевой и Пабло Неруда, музыка Рахманинова и Чайковского, опера Тоска Пучини, фильмы Торнаторе, древнеримский Колизей и афинский Парфенон, вся Венеция целиком, и вот эта парфюмерная вода. Это, пожалуй, все, что нужно знать об этой парфюмерной воде. И последнее. Эх, ну это можно читать бесконечно, потому что здесь очень много восторженных отзывов. Эх, если бы барышням при входе в Золотое Яблоко и прочие магазины предлагали этот шедевр, мир был бы чуточку светлее. Дальше здесь идут не очень хорошие отзывы о парфюмерных хитах, которые лично мне нравятся. Вот, поэтому я не буду читать этот отзыв до конца. Заходите, зайдете на фраграмчику этого аромата и прочитаете этот отзыв до конца. Но вы, ребята, уже понимаете, что здесь находится какой-то невероятный шедевр, о котором я мечтал. Том Форд, Нуар де Нуар. Что касается пирамиды... Ребят, просто помираю на самом деле. Я надеюсь, это не очень видно. Что касается пирамиды, я не знаю. Я, наверное, очень долго ездил с кондиционером в машине. Вот и доездился, как сказала бы моя дорогая и любимая мама, которая всякий раз меня ругала, если я выходил на улицу без шапки и не сильно включаю кондиционер теперь, потому что для мамы мы все остаемся детьми и мама ворчит и ворчит и ворчит. Если я что-то делаю не так, как она хочет, а потом, если я заболеваю, то тогда она говорит, а я же говорила. Итак, ребята, верхние ноты шафран, а средние ноты черная роза, трюфель, цветочные ноты. Базовые ноты почули, ваниль, уд и дубовый мох. Я не помню, как это звучит, но мне почему-то вот эти все трюфели, розы, почули как-то настроением напоминают черную орхидею от того же Тома Форда. А давайте посмотрим, с чем сравнивают этот аромат. Этот аромат сравнивают у нас с... А где же? А вот она. А, ну, сравнивают его с Club De Nui Intense от Armaf, потому что это клон. Есть здесь также от Будечея один аромат. Есть кафе Тубероза от Atelier Cologne. И есть Argentina Mema Paris. Ну, Аргентина. Ничего про черную орхидею здесь нет. Обожаю, на самом деле, вот эти вот полтиннички от Тома Форда. И те ароматы из линейки приватной, которые у меня есть от Тома Форда, именно в 50 мл. Потому что в 50 мл, мне кажется, вот эстетика абсолютная. В 100 мл мне не особо нравится, как выглядят ароматы от Тома Форда. А 50 мл, ну, это просто вот сама элегантность, сам абсолютный баланс формы и, конечно же, содержание. Ребят, ну что, пробуем? Давайте попробуем. Как поет одна теперь запрещенная в России певица. Господи, какая красота! Это очень красиво. Это очень красиво. Это так землисто. И, по-моему, кстати, в аккордах первым аккордом указано, да, землистый аккорд. Землистый, вторым розовый, третьим почулевый, а потом теплый пряный, ванильный. Это прям землисто. Такая сырая, такая жирная земля. Мокрая, мокрая, влажная, жирная земля. Он абсолютно землистый. То есть, вот то, что касается остальных аккордов, которые здесь указаны, я, естественно, сейчас смотрю на эти аккорды и пытаюсь это все унюхать, то сквозь эту землю вот только сейчас начала пробиваться роза. Причем роза тоже такая мрачная, такая темная, такая бордовая, жирнющая. О, это очень красиво. Ребят, я не буду сейчас этому аромату петь какие-то дифирамбы, рассказывать о том, какой он. Вот, он кайфовый, он потрясающий, он действительно шедевральный. И я думаю, что я, разносив его, буду его просто боготворить и во всякие ролики, во всякие подборки включать. Особенно, конечно, я буду его включать в подборки про ароматы с нотой розы. И я настаиваю на том, что нота розы это замечательная нота для того, чтобы ее носили мужчины. Обратите, джентльмены, внимание на ароматы с нотой розы, потому что на мужчинах роза, если эта роза не какая-нибудь там веселенькая, такая незатейливая, какая-нибудь игривая, беззаботная, а прямо такая суровая роза, которая есть, например, вот в этом аромате. Например, такая роза есть в аромате, дай бог памяти, от Криса Коллинза, называется White Core Meum. Потрясающая роза. Потрясающие розы есть в аромате, мое имя красный, Mon nomerouge, от Mosh de Bekali. И вот эти розы на мужчине великолепно сидят. Поэтому, если вы никогда не пробовали, джентльмены, на себе розы в ароматах, попробуйте обязательно и вполне возможно вам понравится. Вы это все прочувствуете и будете пользоваться ароматами с нотой розы и получать от этого удовольствие, потому что это действительно прекрасно. В общем, Fresh, спасибо большое за приятные моменты, связанные с этим ароматом. Ну и, наконец, ребята, что находится вот в этой вот упаковочке номер 2. Давайте посмотрим. А в этой упаковочке номер 2 находится это выглядит вот так, ребята. не знаю, насколько вам видно, наверное, не очень видно. Подпишитесь на мой телеграм-канал, потому что в своем телеграм-канале я опубликую фотографии, как выглядят фирменные пробники марки Орто Паризи. И у меня теперь есть все ароматы Орто Паризи. Абсолютно все ароматы Орто Паризи. И ух ты! И даже у меня есть Назомато Садо Назо, который я тоже не пробовал. Оказывается, пробнички выглядят приблизительно так же. И вы меня давно просили сделать обзор на всю линейку Орто Паризи, а так как у меня нет ни одного аромата Орто Паризи, я как-то к ним подостыл. Но у меня есть достаточное количество правда Назомато, а вот Орто Паризи нет. Но теперь я смогу сделать полный обзор всех Орто Паризи. Подпишитесь на телеграм-канал, вы увидите, как выглядят фирменные пробники, потому что это прикольно. И напишите в комментариях, стоит ли мне делать обзор на всю линейку Орто Паризи, или как бы уже поезд ушел и не нужно его беспокоить, этот ушедший поезд. Ребят, спасибо большое, что посмотрели этот ролик, я говорил тихо, надеюсь, потому что соседи спят, а стены в современных домах уж очень тонкие. Будьте здоровы и счастливы, пусть у вас все будет хорошо, увидимся на канале, пока.